Друзья, всем привет! Попадание в высшую лигу – огромное достижение для любой команды КВН. КВНщики годами играют в разных лигах, чтобы однажды оказаться в элите клуба. И как только команду берут в вышку, она всеми способами пытается там задержаться. До финала доходит немногие. Большинство команд отсеиваются на отборочных этапах. Главная причина – проигрыш. Однако в истории КВН есть случаи, когда КВНщики завершают выступление в сезоне высшей лиги раньше времени. В этом видео я расскажу о командах, которые покинули вышку по причинам, не связанным с результатами игры. В 1990 году в Днепропетровске прошел первый фестиваль команд КВН. Его главной целью было определение участников нового сезона. В галоконцерте фестиваля выступали 12 команд. Одной из них была команда КВН ЛПИ. Ленинградские КВНщики хорошо себя показали и получили путевку в новый сезон. Молодой человек, отойдите, сейчас сюда выбежит лошадь. Я уже выбежала. Вы же человек. Мы же с таким трудом сделали из обезьяны человека. А из человека лошадь. Меня то понукают, то тормозят. Так, ну а вы что? А я только ржу. Против ЛПИ должны были выступать КВНщики из Воронежа. Однако в полуфинал они прошли автоматически. Дата, на которую была назначена четвертьфинальная игра, не подходила команде Ленинграда. И КВНщики не приехали. Таким образом, участие в четвертом сезоне возрожденного КВН принимали всего 7 команд. В 2001 году в новый сезон высшей лиги пригласили 15 команд. Все из них начали подготовку к своим отборочным играм. Однако ближе к первой игре три команды лишились статуса участника сезона. Им предложили выступить как гости. Причина снятия команд – недостаточный уровень подготовки. Редакторы посчитали, что команды КВН ТГУ, Казахстанский проект и Харьковские менты не смогут достойно выступить в сезоне. Грузинские КВНщики не приняли данное предложение и отказались выступать. Украинская команда не приехала из-за проблем со спонсором. И только команда из Алматы нашла силы, время и деньги, чтобы выступить на сцене высшей лиги. Кроме приветствия, казахстанская команда участвовала и в разминке. Недавно в Москве открылся новый элитарный клуб «Гундосы». Посетители клуба начинают гундеть с самого порога. Дескать, что так дорого. Помешать КВНщикам принять участие в игре может не только слабая подготовка, но и погодные условия. В 2003 году команда КВН-отдел кадров не сумела вовремя приехать на игру из-за проблем с погодой на полуострове Таймыр. КВНщики не успели подготовить полноценное выступление, и поэтому в одной восьмой показали только приветствие. Ну здравствуй, Москва! Представляете, чтобы сюда попасть, мы шесть дней в аэропорту просидели. Бум-бум-бум. Повторяю, чтобы сюда попасть, мы шесть дней в аэропорту просидели. В 2005 году в высшую лигу планировали пригласить 15 команд. Одно из мест в сезоне забронировали для чемпиона высшей украинской лиги. Многие считали, что им станет команда КВН «Дизель», которая уже играла в вышке. Но в финале победила команда «Новая реальность». В итоге взяли обе команды, и число участников сезона высшей лиги стало 16. В третьей одной восьмой должны были играть шесть команд. Каждую из них предупредили, что если уровень подготовки будет низким, редакторы снимут ее с игры. Так и вышло. Больше всех не повезло чемпиону премьер-лиги 2003 года команде «Левый берег». Красноярских КВНщиков вычеркнули из списка играющих команд и отправили в премьерку. И мы начинаем интеллектуальное шоу для тех, кто плохо слышит. Спасибо. Поехали. Самый популярный вопрос. Че? Правильно. Первая буква русского алфавита. А? Правильно. Как выглядит контуженный бомер? Правильно. Следующие восемь лет в высшей лиге команды покидали сезон только по результатам игр. Слабое выступление, и команда вылетает. В 2014 году свой второй сезон вышки начала играть команда КВН «Одесские манцы». До этого украинская команда стала полуфиналистом прошлого сезона, где заняла третье место. Вторая попытка команды пробиться в финал также оказалась неудачной. Но причина этому совсем не проигрыш. В первой игре одесситы заняли последнее проходное третье место. В следующий этап они прошли. Затем команда собралась и в четверть финале показала лучшее свое выступление. Тогда одесские КВНщики в первый и последний раз победили на игре в высшей лиге. Одесская киностудия представляет ремейки на знаменитые киношедевры. Мужчина, я извиняюсь, а вы кто? Я киборг. А я трайберг, это Одесса, тут все такие. Затем был голосящий Кевин, откуда команда вернулась без наград. В следующий раз на сцене вышки манцы должны были выступать в полуфинале. К тому времени конфликт между Украиной и Россией только ожесточался. До этого весной Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. Огромный привет вам передают все раввины Одессы. Не, ну просто такого ловкого обрезания Украине еще никто не делал. После сольного концерта одесских манцев у себя в городе, капитан Сергей Середа заявил, что команда не едет на полуфинальную игру. Таким образом, КВНщики выразили свою гражданскую позицию и солидарность с украинским народом. Ну вот так уж вышло, мы с ребятами пообщались, посоветовались, ну если честно, недолго думали и решили не ехать туда, решили пропустить. Позвонили Александру Васильевичу Маслякову, он с пониманием отнесся, за что ему тоже огромное большое спасибо. Также в группе ВКонтакте одесситы оставили сообщение, что хоть они больше не выступают в высшей лиге, команда не распадается. Свой творческий путь одесские манцы продолжили в Лиге Смеха, а также в других украинских телевизионных проектах. Год назад команда КВН-актеры также покинула сезон высшей лиги и причиной этому были разногласия с Амиг. После успешного выступления в сезоне премьер лиги, команду из Санкт-Петербурга пригласили в главную лигу КВН. Заняв третье место в первой игре, актеры прошли следующий этап и стали готовиться к четвертьфиналу. Я покажу тебе небо в алмазах, а я покажу тебе небо в алмазах и тысячу дам. А я тебе тысячу дам, а я тебе тысячу дам и тысячу дам. В этот период команде поступило предложение принять участие в съемках шоу Максима Галкина «Лучше всех». Недолго думая, актеры согласились. Ребята помогли участнику программы и сделали это бесплатно. А вот про зубную щетку. Ну, мы в походах такими не пользуемся просто. Это заметно. Расскажите что-нибудь. Однако через некоторое время на сайте КВН команда актеры исчезла из списка участников одной четвертой финала. На их месте появились волжане. Комментариев по поводу изгнания команда не давала. Многие ждали, что скажет Амик. Позже на сайте клуба появилось официальное письмо, которое прояснило ситуацию. Актеры нарушили условия контракта с компанией Амик, не сообщив вовремя о предстоящей съемке. Участие команды в сезоне высшей лиги было приостановлено, но на голосящий Кевин ребят пригласили. В тот же день в группе ВКонтакте актеры разместили обращение к фанатам, где изложили свое видение ситуации. Если интересно, то ссылки на все материалы будут в описании ролика. Стоит отметить, что в истории клуба уже были ситуации, когда отдельные участники команд снимались в других проектах на других каналах. И тогда все прошло гладко. Команде актеры не повезло. С музыкального фестиваля они уехали ни с чем. Новый сезон тоже не удался. По итогам отборов на фестивале в Сочи команде предложили место в премьерке. Но актеры отказались и навсегда ушли из КВН. 2020 год войдет в историю как один из самых непростых. Пандемия коронавируса стала главным испытанием человечества. В самом начале сезона высшей лиги трудно было представить, что КВН тоже станет жертвой COVID-19. После игр 1-8 финала и введения режима самоизоляции в Москве провести игры следующего этапа и начать сезон премьер-лиги стало невозможным. Несколько месяцев все КВН движение было на паузе. И вот недавно стало известно, что игры 1-4 финала вышки пройдут в первой половине августа. Еще одной важной новостью стало то, что играть команды будут не в Москве, а в Крыму. Главная причина такого решения – отсутствие строгих требований на проведение массовых мероприятий. Вот здесь и начались проблемы. Одна из команд, которая отказалась от участия в сезоне – Планета Сочи. Причина не новая для КВН. КВНщики лишились спонсора. Но главным разочарованием был отказ от участия команды КВН «Дети Тьюринга», которая заняла первое место в первой игре. Это наши города, это белая земля, это мой народ любимый, это Беларусь моя. Вот как объяснили свое решение белорусские КВНщики. Первая причина – это невозможность выполнить карантинные меры при пересечении границ разных стран. Вторая и самая важная причина – нейтралитет Белоруссии по вопросу Крыма. Дети Тьюринга не могут приехать на полуостров ни через Украину, ни через Россию. Также въехать через территорию России мы не можем, поскольку многие члены нашей команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких. Кроме этого, ребята не хотят навредить репутации БГУ, и поэтому решили отказаться от участия в сезоне. Но играть они не перестанут. Команда снова идет в сезон «Лампы», где в прошлом году стала чемпионом. Также за белорусскими КВНщиками закрепили место в следующем сезоне высшей лиги. Была информация, что вместо планеты Сочи и детей Тьюринга в сезоне будут играть такая история и волжане. Однако в списках четвертьфиналистов мы их не увидели. Первая игра одной четвертой финала пройдет 9 августа, а сезон премьер-лиги стартует уже в первых числах месяца. Скоро КВН вернется на телеэкраны, и мы сможем болеть за любимые команды. Всем большое спасибо за просмотр и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!